Казанский Зенит В решение этой задачи главный тренер хозяев Камила Платча выставил сильнейший стартовый состав. У зенитовцев же все по классике, которую вы отлично успели заучить. Андерсон-Нгапет, Михайлов-Будько, Вольвич-Самойленко и Алексей Вербов на позиции Либер. На подачах Мэттью Андерсона казанцы сразу же убежали в отрыв 0-3 и вновь переподавали соперника, оформив три эйса, добавив еще три блока. Классно начал встречу Максим Михайлов, который забил 8 из 8 атак, набрав 9 очков за сет. Да и Александр Будько отменно дирижировал игрой команды, показавшей 62% атаки. Казанцы создали себе двукратный задел 12-6, а Камила Платча сначала сменил Каленковского на Ананьева, а потом произвел двойную замену. Но казанцы лишь увеличили свое преимущество на подачах Артема Вольвича, выиграв первый сет за явным преимуществом 25-16. Нет идеальной игры вообще никогда, потому что не должен игрок быть с собой доволен, поэтому есть на чем работать. В отдельных матчах получается иногда подача, иногда не получается, поэтому нужно делать так, чтобы все элементы в матче сложились воедино. Вторую партию лучше начали хозяева, которые повелись 7-4. Но за счет самоотверженной игры зенитовцев и множества ошибок волейболистов факела, уже Камила Платча пришлось брать перерыв при счете 12-9 в пользу казанцев. Но зенитовцы допустили несколько ошибок, позволив сравнять счет по 21-му. Вновь пулемет Максим забил доигровку, а затем и переходящий мяч 25-23. Команда, которая требует огромных инвестиций физических, технических и тактических, все вместе. Что-то одно ты не доделываешь и очень тяжело играть с ними. Молодые, уверенные в себе, физически одаренные. Максим Михайлов, безусловно, стал главным героем вечера. Только вдумайтесь, пулемет набрал 20 очков за 2 сета, реализовав 19 из 21 атаки. Но не остановился на этом и в третьем сете, закончив встречу с 25 очками с показателем полезности плюс 20 и 79% реализации. И это всего лишь за 3 сета. Сегодня, и вообще, монстр! Знаете, сегодня с утра его я качнул. Он ногу пацанул, которая его дала. И сегодня он монстр. Запомните. Вообще, я говорю, волейбол это командная игра. То есть это еще все слагаемые приемы, передачи. И только потом атака. Поэтому все парни молодцы сами. Урингойте на подачах клюки повели плюс 3. Но растеряли Ганди Кап, пропустив 4 эйса от «Зенита». При счете 22-22 хозяева допустили 3 ошибки, оформив для казанского «Зенита» выход в финал. 25-23 в третьем сете, 3-0 в матче и 2-0 в полуфинальной серии. Мы вышли в финал. Это дорогого стоит. Мы победили два матча. У нас есть время подготовиться к финалу. Мы победили два матча. Это значит, что мы сильные, что мы сильные. Мы получили все ответы. Потому что Бока-Луба казана в финале «Скудетто» в третьем лиге. И мы получили прямо сейчас, потому что это результат исторический для «Факел». Довольно, что победили. Я говорю, неважно. Просто сегодня так сложилось, что все на меня больше игралось. Поэтому хорошо, что все получилось. Если 3-0 брать, да, но из 6 партий, 4 или 5, на больше меньше получилось. В принципе, удачно сыграли концовки и дожали соперника. И поэтому получилось два раза по 3-0. «Факел» дал бой, как и ожидалось. Но мы выдержали тот натиск, который они нам противопоставили с той стороны. Да сегодня все сыграли. Все хорошо сыграли. И счет 3-0. Круто, здорово. Сегодня прям вот реально гордость за команду. Что мы круто сыграли. Выдержали стопроцентную концентрацию в каждом элементе. И это принесло нам победу. Вот уже 13 лет подряд казанская команда гарантированно завершает чемпионат с медалями. На этот раз только вопрос, с какими. В другом полуфинале Кемеровский Кузбасс со счетом 3-1 в Санкт-Петербурге переиграл «Зенит». И впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата России и Лиги чемпионок. Итак, болельщики. 2 мая в 18 часов 30 минут и 3 мая в 17 часов 30 минут по московскому времени состоятся первые два матча в финальной серии чемпионата России. Билеты уже поступили в онлайн-продажу и доступны даже с различными скидками на сайте Казанского клуба, где вы сможете найти всю подробную информацию или пройдя по ссылке в описании к этому видео. Знаем, что многие не смогли попасть на матч с Перуджей, отложив покупку билетов до последнего момента. Так вот, не повторяйте этих ошибок. На финале будет аншлаг. А «Зенитовцам» очень нужна ваша поддержка. И та невероятная атмосфера, которую можете создать только вы, болельщики. Не смотри на сварку, смотри за ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!